Котлета по вкусу нехорошая, она очень жирная и масло, в котором приготовлено, отдает чем-то перегоревшим. И при том, этой котлеты даже в меню не было. Такое нарушение ревизор обнаружила в школе номер 147 в Северном. Еще к минусам прилагаются погнутые ложки, отсутствие вилок на раздаче, разная униформа сотрудников. Это одни из главных пунктов при проверке. Ревизор должен обратить внимание на все, что дети не доедают, чистая ли мебель. Главное не раскрывать свою цель до оплаты блюда. 147-я школа – вторая в этом году, куда наведался тайный покупатель. После каждой проверки составляется акт. Его вручают заведующие, чтобы нарушение устранили как можно быстрее. Но по словам руководителя этой столовой, иногда есть и объективное объяснение недочетам. Сложности есть в том, что, конечно, старое оборудование здесь требует и ремонта, и замены некоторое. Поэтому и получается, что где-то что-то просмотрел, не досмотрел – это тоже очень много зависит. Сейчас в 147-е обещают первым делом привести в норму форму работников и тщательнее следить за приборами и за выбором блюд для школьного меню. Нам все понравилось. Мы были прям немножко удивлены. Дети аж вылизывают тарелки с каши. У вас всегда так? Да. А вот в 144-й школе к еде никаких вопросов не возникло. Да и по сути ей смело поставили пятерку. Здесь чисто, все в единой форме, вес блюда соответствуют указанному в меню, учтены и другие правила. Одно из главных требований при проверке школьной столовой – это наличие книги жалоб и предложений. На уголке потребителя мы ее не видим, но она есть на самой кухне. Говорят, ее убрали для того, чтобы дети не баловались. Но стоит ее только попросить, а можно оставить свою запись. Можно книгу жалоб, пожалуйста? Так, видим книгу. Давайте посмотрим, есть ли здесь записи. Записи есть. Например, Александр с 11-го Б пишет, что безумно восхищается добросовестной работой и великолепным обслуживанием. За книгу жалоб ставим плюс. Хоть и не все пишут отзывы, но и ученики, и руководство школы питание оценивают хорошо, а для независимой оценки устраивают дни открытых дверей. Мы приглашаем родителей. То есть родители могут в любой момент прийти, в день открытых дверей, скажем так, устраиваем, для того, чтобы они могли сами убедиться в том, как их ребятишек кормят. Я сама каждый день ем в этой столовой. У меня здесь несколько любимых блюд, но особенно любимые – это овощи и минтай. Я здесь очень хорошо наедаюсь. Мое любимое блюдо – это пельмени с какао. Очень готовят, вкусно. Когда наедаюсь, дома даже не ем. Такая проверка действует в школах с декабря прошлого года. После жалоб родителей на качество питания проверили четыре учреждения. В некоторых из них нарушений было больше, чем в 144-й. Но, по словам инспекторов, на то она и проверка, чтобы в школах все нарушения после нее устранили. Да, это очень нехорошо, но для того проверка и проходит, чтобы определить вот эти нарушения и чтобы такое больше не повторялось. Но увольнять никого не будут. Вольнять никого мы однозначно не будем. 60 школ по всему городу сотрудничают с комбинатом питания. И все эти школы обещают проверить за два месяца. Вот только когда и куда именно заглянет ревизор, держится в тайне. На то он и тайный покупатель. Елизавета Курочкина, Владимир Антонов. Новости ТВК. Субтитры создавал DimaTorzok